МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Молодые профессионалы в Чебоксарах подвели итоги регионального чемпионата рабочих профессий. Олимпиада для чиновников в Чуваши в очередной раз выбирает лучших государственных служащих. Приключения, электроника, прототип чебоксарских робототехников помог своим создателям завоевать награды на фестивале в Индии. Глава Чуваши Михаил Игнатьев и руководитель Волговятского отделения Сбербанка Петр Калтыпин в ходе рабочей встречи обсудили вопросы взаимного сотрудничества. Сбербанк заинтересован во всевозможных вариантах партнерства с правительством республики. Большое внимание уделяется сотрудничеству в социальной сфере, подчеркнул руководитель Волговятского отделения Сбербанка Петр Калтыпин. Понимаем, что наша забота должна быть и с точки зрения детских домов, какие-то совместные проекты и трудоустройства дальнейшего. Мы думаем, какой отдельный офис какой-то даже сделает для людей, которые имеют отклонение слуха, зрения. Точек соприкосновения много. Прежде всего это касается ипотечного кредитования, развития реального сектора экономики и потребительского рынка, отметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Задача органов власти вместе с государственными коммерческими банками, создавая благоприятную среду для жителей, для заемщиков, сделать все для того, чтобы они могли улучшить и жилищные условия. Предприниматели, которые занимаются реальным сектором экономики, могли кредитоваться, привлекая в небюджетные источники, создавать высокотехнологичные рабочие места. И все эти вопросы, самые главные, которые мы обговариваем, они находят практическую реализацию. Сегодня завершил работу второй форум некоммерческих организаций Чуваши, организованной общественной палатой. На форуме обсуждали вопросы общественного контроля, взаимодействия с органами государственной власти. Подробнее о форуме мы расскажем в следующем информационном выпуске. Проект «Бюджет России» на 2017 год прошел второе чтение в Государственной Думе. Какие социальные программы сохранятся, а какие изменятся, бюджет 2017, рассказала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Кроме того, что удалось действительно сохранить программу важную для Чувашской республики, это программа строительства новых школ. На них заложили деньги в том же объеме, как и раньше. Это 25 миллиардов рублей. И сейчас заложили еще на ту же программу, в которой Чуваша у нас участвовала уже трижды. Это программа «Детский спорт». Она заключается в том, что мы реконструируем спортивные залы в сельских школах, для того, чтобы выровнять жизненные возможности между людьми города и села. Мы сохранили еще и финансирование на агропромышленный комплекс. У нас вот уже второй год большая поддержка идет. У нас больше 220 миллиардов рублей. Это тот же объем, что и на прошлый год. Благодаря программе импортозамещения у нас получается даже увеличить поддержку сельскому хозяйству. И для Чувашской республики это важно. Для нас очень важно, что нам удалось предусмотреть средства на программу «Доступная среда». То есть дополнительно больше 3,5 миллиардов рублей и на поддержку инвалидов. Для Чувашии важно, что будет продолжена программа «Моногородов». И здесь дополнительно выделяется 6,5 миллиардов рублей. Наша земля, герой России, региональный директор авиакомпании «ЮТР» Николай Гаврилов принял участие в торжественном приеме от имени президента России, посвященном Дню Героев Отечества в Георгиевском зале Кремля. Напомню, Николай Гаврилов – генерал-лейтенант авиации в запасе, участник боевых действий в Афганистане и в Чечне. При непосредственном участии Николая Гаврилова выполнялись уникальные полеты на вертолетах на вершину Эльбруса, северные и южные полюса. Имя Николая Гаврилова присвоено средней и общеобразовательной средней школе в селе Янгличе Канажского района. За право называться лучшим в республике борются госслужащие. Конкурс традиционный, ежегодный. Сегодня в Доме правительства участники представляли свои проекты. Заявить о себе и представить свой проект. На все не больше восьми минут. Таков регламент. После представления первых участников конкурса название лучшего госслужащего стало понятно. Вот уж кто действительно любит свою работу и готов прийти сюда в субботу, чтобы подготовить презентацию своего проекта и описать род деятельности даже в стихах. 17 этак лет назад решение принято в России единое пространство правовое создавать. Свободы и права демократические по всей стране беречь и защищать. Чтобы можно было честно и достойно огромным государством управлять. Представляли проекты, конечно, и в прозе. Использовали видеоматериалы и наглядные пособия. Заявку на конкурс в этом году прислали 22 человека. Данный конкурс, нам кажется, позволит определить достойных государственных гражданских служащих, которые в последующем будут востребованы при назначении на определенные руководящие должности в органах власти Чувашской республики. Итоги конкурса подведут в конце декабря. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов. Республика. Два с половиной года условной штраф в 600 тысяч рублей. Такой приговор вынес Ленинский районный суд бывшему руководителю Государственной службы занятости населения Чувашии Сергею Викторову. Он признан виновным в получении взятки по четырем эпизодам. Следствием Ленинским районным судом города Чебоксара установлено, что в августе и декабре прошлого года в Чебоксарах и Москве Викторов, занимая должность руководителя Государственной службы занятости населения Чувашии, четыре раза получал взятки от сотрудников двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках программного обеспечения в размере от 14 до 100 тысяч рублей, а всего на общую сумму 244 тысячи рублей, за оказание этим фирмам содействия заключение государственных контрактов, с возглавляемым им ведомством, на поставку программного обеспечения. В результате созданных чиновникам условий, возглавляемым им ведомством, с указанными фирмами было заключено 70 государственных контрактов на общую сумму свыше 3 миллионов 500 тысяч рублей. В ходе следствия оперативники провели пять обысков, изъяли интересующие следствия предметы и документы. По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 20 человек. Свою вину Викторов признал в полном объеме. Ходатайство было рассмотрение уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства. Красота спасет мир. Так говорил герой известного Романа Достоевского. Также считает и участники чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. Парикмахеры швей стремновались на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Представителем профессии, дарящих людям красоту, отправилась Юлия Важенина. Стрижки разной сложности, укладка, окраска, плетение африканских косичек, завивка, наращивание волос – все это может сделать парикмахер. Не секрет, что при помощи прически и цвета волос можно визуально устранить мелкие недостатки лица и выгодно подчеркнуть его достоинства. Сладить резкие черты, освежить цвет кожи. Так что именно парикмахер – это одновременно и дизайнер, и художник, и скульптор. Женская стрижка с авангардной укладкой. Женская прическа на основании трех показателей. Классическая мужская стрижка с укладкой. Все эти работы участники чемпионата уже выполнили в предыдущие три конкурсных дня. Сегодня их задача – женская салонная стрижка с окрашиванием. На все про все участникам дается 2 часа 45 минут. Выполнен очень большой объем работы, и участники все справляются с поставленной задачей. И, конечно, результат будет разный, но я считаю, что работы все интересные. И тем самым участники демонстрируют свое мастерство. В этом году в соревнованиях впервые представлена компетенция технологии моды. И участницы должны уметь не просто шить, но и быть конструкторами, технологами, портными и дизайнерами одновременно. Этот конкурс мне очень нравится, что он как раз показывает конкурсанту все его способности. То есть он может адекватно оценить ту обстановку, в которой он находится. Критерия оценок очень сложная. Это мировая система оценивания, называется система ЦИС. Каждый модуль разбит на несколько этапов. Есть у нас объективные оценивания и субъективные оценивания. Объективные оценивания, эксперты присутствуют на площадке и они видят весь процесс изнутри, могут измерить какие-то параметры и вносятся в систему. Субъективные не находятся на площадке, они не видят, что происходит здесь. И оценивают только готовый результат, когда уже конкурсант предоставляет работу. Задача конкурсантов выполнить четыре модуля. Шить платье по готовым лекалам, придумать эскиз и сконструировать жакет, а также смастерить аксессуар уже к готовому комплекту. Главное создать цельный образ. Из всего конкурса самое сложное было платье. Сложность была в материале, придать ему какую-то стойкость, чтобы соответствовало эскизу. Мне больше всего нравится эскизирование, изготовление аксессуара. Насчет пошива сомневаюсь, но когда модель нравится, когда ты ее придумал, одни поработал, то и это тоже. Кстати, победителя этого этапа ждет полуфинал, который пройдет в апреле в Москве. А уже его призеры зачислятся в национальную сборную. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Итоги чемпионата WorldSkills подвели сегодня. Награду победителям вручил глава Республики Михаил Игнатьев. Кто справился с заданиями и занял первые места, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Торжественная церемония награждения призеров чемпионата рабочих профессий проходит в День Героев Отечества. Поэтому прежде всего на сцене Дворца детского и юношеского творчества вспомнили о ветеранах, посвятивших всю свою жизнь любимой работе. Их опыт и мастерство ценятся даже спустя годы. Антонине Зуевы еще в начале 70-х присвоили звание Героя социалистического труда за достигнутые успехи в области сельского хозяйства. Эти молодые люди пока только постигают азы рабочих профессий. В пятом по счету фестиваля WorldSkills за награды боролись более 100 человек из 37 учебных заведений страны. Вопросы создания благоприятной среды с учетом стабильной общественно-политической ситуации на территории Российской Федерации. Все предпосылки позитивные. Ваша задача учиться, состязаться, соревноваться, раскрывать себя, раскрывать свои таланты. И все те духовные ценности, которые у вас есть, их надо, конечно, сполна использовать. Тогда вы всегда будете победителями. В этом году участники чемпионата соревновались в 19 компетенциях. В сварочном деле не было равных Игорю Кудряшову. Молодой человек говорит, что завоевать первое место на таком конкурсе непросто. Детали надо подгонять, очищать перед сваркой. Нужно смотреть на чертежи. Там очень много сложностей. Сварка конструкции. Потом это на давление проверяют. Варили трубы, толстые пластины. Все было очень сложно. Большая конкуренция. Анастасия Иванова стала единственной девушкой-призером чемпионата. Она боролась за победу в конкурсе облицовщиков. Я готовилась целыми днями. Выходила готовиться в техникум, получается, по воскресеньям даже. Я хочу доказать, что не только такие дела могут иметь мальчики, то есть и девочки тоже способны на такие дела. Победители чемпионата отправятся в Москву. У них есть все шансы попасть в национальную сборную молодых профессионалов. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Вряд ли вы задумывались, как скоро наступит время, когда роботы станут обладать такими же правами, как и люди. Уже сейчас они делают что-то лучше, чем мы. Например, играют в боулинг. Из Индии вернулись победы конструкторы робототехники Чувашского госуниверситета. Робот стартует базой. Дальше он должен доехать до короба. Тем самым он должен взять там шары. Вот сейчас он возьмет шар. Доходит до первой черной линии. Вторую черную линию он не должен пересекать. Включается камера. С помощью камеры мы распознаем, где находятся кегли. Кегли могут располагаться в пяти разных положениях. Он увидел кегли. Выравнивается по кеглям. Вот идет выравнивание. И тем самым сейчас будет взевать кегли. Страйк. Этот робот, помимо прочего, помог своим создателям войти в топ-8 команд на Всемирной Олимпиаде по робототехнике. Ребята из «Чебоксара» не только стали лучшими в России, но и обошли соперников из других стран. Удалось победить благодаря серьезной подготовке. Мы готовились после работы. Вечером в 7 часов обычно собирались здесь на машиностроительной факультете. И до часа, до двух ночи мы сидели здесь, спали, отдыхали, кушали. Все сделали здесь и готовили, соответственно, тоже. Вообще, на самом деле, очень все просто. Это куча времени на подготовку было потрачено. Все. То есть нужно готовиться каждый день по минимуму, по 5 часов в день. Тогда будет успех. Как и все участники мирового первенства, ребята сами собирали своего робота. Многие вещи пришлось сделать вручную. Это уже четвертый прототип. Кстати, средняя цена такой работы – около 400 тысяч рублей. Здесь у нас есть механизм взятия, спуск и маховик. Маховик у нас раскручивал шар, чтобы придать скорость шара. Также мы сами печатали световые датчики. Печатали на 3D-принтере. Микросхему тоже сами паяли. Вот получился такой световой датчик. Результат, с которым ребята выступили на Олимпиаде, впечатляет. Следующая цель команды – стать призерами мирового первенства. Они получили большой опыт, пообщались с другими командами, у которых свои технические новшества, которые они привнесли. И, исходя из этого, они сейчас планируют нового робота уже с использованием этих знаний. Меньше двух часов назад в Чебоксарах зажгли огни на главной елке. Наша съемочная группа успела привезти горячий материал с холодной площади республики. Собираться у елки горожане начали в 5 часов вечера, пока ждали Деда Мороза. Без него, как известно, ни одна елка не зажжется. Развлекались традиционными забавами с детских новогодних утренников. Взрослые были в восторге. Собрали всех не ради танца маленьких утят. Чебоксары присоединились к популярному флэш-мобу. Кто такой маникет-челлендж? Когда люди застывают, время застывает, и все просто стоят на месте. Это очень красиво. Минуту стоять надо будет. Вы позы выбрали? Да, да, выбрали. Я лягу. Леша! А ты сможешь целую минуту стоять, не двигаясь, не шевелясь? Можешь? А какую позу выберешь? Как встанешь? Покажи нам. Два, два, три. И елочка гори, и морская фигура замри. Вот так в Чебоксарах за 22 дня до Нового года совместили сразу два события. Зажгли огни на главной городской елке и провели модный сейчас флэш-моб маникен-челлендж. Как только операторы флэш-мобы закончили работу, зажгли праздничную иллюминацию площади и гирлянды на елке. С этого дня в Чебоксарах стартовал марафон новогодних мероприятий. Уже сегодня нечего сидеть дома, надо брать своих детей, мужей, жен и идти на Красную площадь, идти в Лакриевский лес, в парк Николаева. Это три основные площадки, которые в этом году, с сегодняшнего дня оборудованы и красиво оформлены. Там, конечно, сегодня есть прокат. Там можно покататься и на коньках, и на деревянной горке на тюбингах. Ну а главный Дед Мороз заедет в свою резиденцию на Красной площади 24 декабря. Ольга Бырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Администрация города Чебоксара приглашает горожан и гостей столицы уже в эти выходные на предновогодние мероприятия в столичные парки и на Красную площадь. На Красной площади работает самый большой городской каток с прокатом коньков. Открылась новогодняя ярмарка и мастерская Деда Мороза. В парке Николаева детей будет катать в упряжке северный олень Купидон. Все подробности предновогоднего отдыха можно узнать на сайте чебмороз.ру. Как выбрать дело всей жизни, чем заниматься конструированием роботов или печь хлеб, чтобы понять, что ближе школьники побывали с экскурсии на хлебокомбинате Петровский. Сюжет об этом далее. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашия. На Петровском сегодня необычный день. Принимали самых важных и взыскательных экспертов. Каждый родитель знает, насколько важно кормить детей полезной и здоровой пищей. И вот ребята сами решили узнать, как и из чего готовится настоящий хлеб. Да и попробовать себя в роли профессиональных пекарей. Хлеба на Петровском выпекают на новом сложном автоматизированном оборудовании, привезенном из Европы. Оно обеспечивает точность соблюдения рецептуры, бережное и тщательное замешивание теста. А пекари Петровского следят за тем, чтобы хлеб получался как из домашней печки. Особое отношение на Петровском к тесту. Ведь именно с него начинаются настоящие полезные хлеба. Пышные, с ароматной корочкой, нарезанные и упакованные в дышащую упаковку. С фирменной желтой лентой и полосками. Они занимают почетное место на полках магазинов и на столах горожан. Хлеба от Петровского любимы детьми и взрослыми. Многим нравится их вкус и польза. И все без исключения находят их лучшими. Вы очень хорошо печете. И чтобы вы продолжали так вкусно печь. Петровский всегда есть на столе. Он такой вкусный, сочный, мягкий. И хочу пожелать всем успехов, кто тут работает. Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!